Средний показатель реальной зарплаты в Украине в декабре 2018 года в соответствии с декабрем 2017 увеличился на 9,7%. Соответствующие данные обнародовала Государственная служба статистики. Средняя номинальная заработная плата штатного работника, предприятий, учреждений и организаций в декабре 2018 года составила 10 573 гривны, что в 2,8 раза выше уровня минимальной заработной платы 3723 гривны. Темп изменения средней номинальной заработной платы по сравнению с ноябрем составил 115,4%, а по сравнению с декабрем 2017 года – 120,5%. Индекс реальной заработной заработной платы в декабре 2018 по сравнению с ноябрем составил 114,5%, а относительно декабря 2017 года – 109,7%, отметили в организации. При этом в Госстате добавили, что больше всего выросли зарплаты в промышленности на 24%, в строительстве – 28%, в сфере административного и вспомогательного обслуживания – 27,8%. Напомним, показатель средней зарплаты в 2019 году в Украине запланирован на уровне 10,5 тысяч гривен. Объем норвежских инвестиций в украинскую экономику может достичь полутора миллиардов долларов, из которых около одного миллиарда вложения в возобновляемую энергетику. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман по итогам украинско-норвежского делового форума, который прошел в Осло. Гройсман уточнил, что имеется в виду ветровая, солнечная энергетика, гидроэнергетика. По словам украинского премьера, страны намерены сотрудничать в таких сферах, как сельское хозяйство, IT, автомобилестроение. Это хороший сигнал и хороший результат. Далее контакты между украинскими и норвежскими предпринимателями будут укрепляться, добавил Гройсман. Национальная академия наук Украины подтвердила перспективность внедрения технологии Гиперлуп. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины. В Мининфраструктуры состоялась презентация перспектив развития проекта «Высокоскоростной транспорт Гиперлуп на краткосрочный период в Украине» и научно-технологического исследования НАН относительно внедрения технологии Гиперлуп в Украине перспективы развития транспорта пятого поколения. Во время презентации представлен ряд шагов, которые станут базисом для воплощения проекта в жизнь. В частности, это аналитика пассажиропотоков, оценка промышленного потенциала Украины и проведение международных конкурсов Гиперлуп с целью поддержки и развития инновационных разработок. Ученые убеждены, что производственные мощности, инвестиционные возможности и управленческие преимущества дадут возможность успешно развивать проект Гип-Юэй. По оценкам ученых, Гиперлуп может не только стать новейшим самостоятельным видом транспорта, но и побудить развитие сопутствующих отраслей. На встрече присутствовали партнеры, которые определили свою готовность участвовать в развитии технологии Гиперлуп и в прошлом году подписали меморандумы о сотрудничестве. Среди них Агентство развития Днепра, Платформа развития инноваций, Инновационный парк Юнит-Сити, ГПВО Южмаш, Украинский институт будущего, Гемфри Инжиниринг, Каховский завод электросварочного оборудования, Укроборонпром. Следующим шагом будет реализация проекта на базе Центра транспортных инноваций Transport Tech Hub. Основная цель центра – объединить все технологии, которые каждый партнер проекта может привнести для получения наиболее эффективных решений в области транспорта. Мы только в начале пути, но объединение усилий украинских ученых и предпринимателей с международным опытом наших западных партнеров является фундаментом развития украинской инновационной инфраструктуры, заявил министр инфраструктуры Владимир Амелян. Украина выходит из соглашения об общих условиях поставок товаров между организациями государств-участников СНГ. На заседании Кабинета министров правительство поддержало инициативу Минэкономразвития. Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон о непродлении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. Как сообщают в министерстве, это соглашение от 1992 года определяло принципы заключения, внесения изменений и расторжения межгосударственных торгово-экономических соглашений стран СНГ, в частности объемы, лимиты, сроки поставок товаров, а также закрепляло конкретных поставщиков по определенным покупателям. Согласно решению правительства Украины, Министерство иностранных дел Украины в установленном порядке сообщит в исполнительный комитет СНГ о прекращении для Украины действия соглашения, уточняют министерстве. И добавляют, что на сегодняшний день отсутствуют фактически межгосударственные торгово-экономические соглашения между государствами-участниками СНГ. Украина до конца года подаст заявку на ассоциированное участие в новой рамочной программе Евросоюза по исследованиям и инновациям Horizon Europe, который стартует в 2021 году. Об этом сказал заместитель министра образования и науки Максим Стриха во время финальной конференции проекта «Содействие развитию исследований и инноваций в Украине. Роль науки в развитии украинских инноваций», сообщает МОН. Наши результаты в программе достаточно высоки. Буквально вчера представители Еврокомиссии признали, что Украина хорошо интегрирована в «Горизонт-2020». Поэтому сейчас я хочу официально сообщить, что мы будем подавать заявку на ассоциированные участия и в следующей программе «Горизонт-Юроп», рассчитанной на 2021-2027 годы. Ныне ее бюджет озвучивается на уровне 100 миллиардов евро, отметил заместитель министра. Он напомнил, что рамочная программа «Горизонт-2020» стартовала в 2014 году и стала крупнейшей в Евросоюзе по финансированию науки и инноваций. Ее бюджет составляет около 80 миллиардов евро. В 2015 году Украина стала ассоциированным членом программы, что обеспечило более широкий доступ к финансовым инструментам европейской научной сети, участию в разработке новых программ «Горизонта». Как рассказал Стриха, по состоянию на сегодняшний день к финансированию в «Горизонт-2020» приняты 114 проектов от 145 украинских участников на сумму 20,84 миллиона евро. 16 проектов координируются украинскими организациями. По соотношению поданных и принятых к финансированию проектов Украина имеет около 10% рейтинга успеха, при том, что средний процент по всем странам колеблется на уровне 12-14%. Отдельно представитель Министерства образования и науки подчеркнул, что Украина провела открытый отбор представителей и экспертов от Украины в программных комитетах «Горизонта-2020» и сейчас более 40 украинских представителей включились в работу в программных комитетах. В Украине разработан перечень законодательных стимулов для раздельного сбора, вывоза и переработки бытовых отходов, а также дальнейшей генерации энергии из него. Предлагаемые меры содержатся в концепции энергетической утилизации мусора в Украине, разработанной Государственным агентством по энергоэффективности и энергосбережению Украины совместно с Киевской горгосадминистрацией и Нацкомиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Документ был представлен во вторник на Конгрессе «Бизнес для умных городов в Киеве». В частности, концепция предлагает ввести систему гарантий и стимулов для инвестирования в сферу энергетической утилизации отходов, а также гарантировать предприятию-переработчику поставку установленных договором объемов мусора. За органами местного самоуправления хотят закрепить право назначать единого оператора по обращению с мусором. Последние будут заключать долгосрочные договора на переработку мусора, услуги по его вывозу и захоронению. Это позволит привлечь частный капитал в отрасль, считают авторы концепции. Новый закон о жилищно-коммунальных услугах предусматривает понятие тарифа на обращение с отходами. При этом отсутствует механизм расчета его компонента – платы за переработку, в результате чего у инвестора нет гарантии стабильного источника доходов, отмечается в документе. Поэтому предлагается установить четкие правила тарифообразования на услуги по энергетической утилизации отходов, применить стимулирующие тарифообразования и установить длительный период действия тарифов. Как отмечается в концепции, налог на захоронение отходов необходимо повысить, тогда этот способ обращения с мусором станет не таким выгодным, как, к примеру, сжигание. На сегодня налог в Украине составляет 15 евро за тонну, тогда как в странах Европы от 20 до 107. В концепции отмечается, что сжигание около 10 миллионов тонн мусора, которые накапливаются в Украине ежегодно, позволят заместить около 1 миллиарда кубических метров природного газа, либо 3,5 миллиона гигакалорий теплоэнергии, либо 1,2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. На сегодня для производства теплоэнергии используется всего 2,5% бытовых отходов, накапливаемых в Украине. Такими были хорошие новости этой недели. Шануемся, друзья!